Привет, друзья мои! Хочу сегодня с вами обсудить новостюшки, последние от Canon и от Sony, понять, что происходит и за что с нами так поступают. Потому что Sony выпустила ZV-1 Mark II, новую камеру, и Canon вслед за ней выпустила Canon R100. И эти обе камеры возвращают нас на несколько лет назад. То есть это какие-то новые старые камеры. Давайте сначала немножко подробнее про эти чудо-камеры в двух словах. Потому что, в общем, особо говорить там не о чем. ZV-1 Mark II, например, это перевыпуск просто камеры, которая вышла пару лет назад, но с другим объективом. Потому что оптика там несменная. И вот я всегда топлю за сменную оптику, потому что это удобно. Вам не надо покупать новую камеру, когда вы выросли из своей оптики, например. Новый объектив 1850 с диафрагмой от 1.8 до 4, нефиксированной диафрагмой. Это немножко расширяет возможности, потому что предыдущая версия имела объектив 2470. И блогеры, которые пытались снять себя на вытянутой руке, не очень хорошо-то у них получалось. И теперь на дюймовой матрице объектив 18 на самом широком угле. Но, напомню вам, что электронная стабилизация, которая в этой камере есть, подъедает немножечко, кропает изображение. Соответственно, плюс-минус вы получите тоже там плюс-минус 20-24. Соответственно, на самом широком угле, если вы будете идти себя и снимать, вы прирост в разнице ширины угла не увидите. Ну и при всем этом, при зуме, диафрагма у вас была раньше 2.8, теперь будет 4. То есть тут немножко ухудшили камеру по диафрагме. Единственный положительный момент, то что в камере встроены ND-фильтры. Это единственное хорошее, то что я вижу в ней. Потому что все остальные функции, которыми гордится Sony, типа там Showcase Product. Когда вы показываете продукт, камера на вас перефокусируется. Перефокусируется на продукт, точнее. Улучшение скинтона и так далее. Все эти функции, которые уже были в предыдущей модели, остались. Но это блогерские функции, которые вы можете очень легко сделать на посте, в общем-то. И так далее. То есть, ну я не вижу вообще смысла в использовании этих функций. Фильтры накладывать при съемке, я тоже не понимаю зачем. Потому что это можно сделать очень легко на монтаже, на постпродакшене. Даже если вы монтируете там в планшете, то все равно это можно сделать. Поэтому такое, ребят. Конечно же, так как камера позиционируется как блогерская, вертикальные видео вы можете снимать. Естественно, вы можете ее подключить как стрим-камеру, как веб-камеру использовать. Стоит это дело все 900 долларов. И учитывая то, что дюймовая матрица, учитывая то, что эта камера по сути была выпущена несколько лет назад. И, ну, ребят, я не знаю, что сделала Sony. Но у нее поворотно-откидной дисплейчик. То есть, если вы вдруг себя снимать решите, вы хотя бы себя увидите. Презентация у Sony выглядит очень ярко и впечатляюще. Конечно, все прям вы когда смотрите, понимаете, блин, это классная камера. Но по сути, ребят, на самом деле, я считаю, что это вообще не классная камера. За 900 долларов, которые за нее просят, по-моему, лучше купить айфон. И снимать на него не хуже будет, чем на эту дюймовую матрицу. И, по сути, процессор не обновленный и так далее. Ну, я не вижу смысла в этой камере. Ну, окей, побежали к Canon. А Canon выпустила камеру R100. Самую маленькую R-ку с байонетом RF. И это, по сути, по-моему, единственный ее плюс. То, что у нее сменные объективы. Потому что все остальное мне категорически не нравится. Как многие уже подчеркнули, эта камера, это просто реинкарнация M50, которая выпущена годы назад. И процессор от M50, матрица от M50 и APS-C датчик, кропнутая матрица, будет еще кропаться в 4К. И, например, если вы включите стабилизацию, которая здесь тоже электронная, то она тоже будет кропать матрицу. То есть у вас будет кроп на кроп на кропе. Соответственно, на не очень новой матрице это будет выглядеть не очень хорошо. Потому что старые матрицы шумят, мылят и имеют все минусы старых матриц. Вот здесь мы за 500 долларов, это тоже как бы хороший момент, 500 долларов, это невысокая цена за камеру, но мы получаем камеру, которую выпустили несколько лет назад. Поместили в новый корпус, поставили RF-байонет и все. На бэушном рынке можно взять ту же M50 с тем же функционалом, но дешевле. И вы имеете возможность на старый байонет поставить еще и чужую оптику. Потому что на RF-байонет сейчас можно купить только легальное что-то. Ну да, можно поставить переходничок, как я в общем-то делаю. Я пользуюсь EF-объективами. На RF-байонеты совершенно легко становится вся кэноновская оптика через переходник. И это немножко упрощает задачу, потому что кэноновских объективов прут пруди. И есть среди них дешевые. То есть тут как бы тоже можно так сделать, но учтите, что камера это малепусенькая. Соответственно, если вы поставите достаточно большой объектив, будет просто некомфортно. Но, друзья мои, у R100 еще есть неповоротный и несенсорный дисплей, что в 2023 году, по-моему, удивительно. Вот так вот, удивительно. Эта камера не позиционируется, как блогерская, понятное дело. Потому что снимать себя вы на нее не можете. Она позиционируется, как для семейного архива, что ли. Если смотреть презентацию, можно понять, что это какая-то семейная камера. Но здесь, опять же, вот мое мнение, что за эти деньги, ну да, хороший смартфон вы не купите. Но, тем не менее, я не думаю, что функционально вы эту камеру будете использовать лучше, чем камеру на вашем смартфоне. Хотя, у камеры тоже есть, конечно же, какие-то фильтрики, автоматические режимы. То есть, Canon тоже пытается перетянуть пользователей смартфонов на поле без зеркалок, где уже они смогут расти, приобретать какую-то технику. Но какая-то странная вот эта история с выпуском старых камер в новых корпусах. И я не понимаю, зачем на это тратится время. Хотя, наверное, вот сейчас экономическая ситуация в мире, наверное, предполагает выпуск херовых камер. Вот дешевых, ненужных, ну не ненужных, а дешевых камер. Чтобы человек, пришедший в магазин, посмотрел, вот камера за 1000 долларов, вот камера за 500 долларов. Я нихрена не понимаю, но, конечно же, за 500 долларов лучше. Да еще и она выпущена в 2023 году. Новая камера, отлично, надо брать. Ну, судя по всему, вот для такого вот использования камера и выпущена. Автофокус тоже Dual Pixel не второй версии. Dual Pixel отличный автофокус. Я пользовался без всяких проблем, даже первой версии. Но в 4K вы не получите Dual Pixel, у вас будет контрастный автофокус. То есть, здесь, соответственно, на 4K эта камера вообще категорически не заточена. Максимум, что вы можете снимать на нее, это Full HD. Но даже стримить с нее вы не сможете. В общем, короче, я в какой-то панике. Canon вторую камеру подряд выпускает какую-то чушь категорическую. Я шокирован, я удивлен. И вместе с Sony, то есть это два основных лидера рынка, которые одновременно выпустили две каких-то хрени. И я не понимаю эту тенденцию. Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, пишите в комменты. Давайте пообсуждаем это дело. Вот такая вот новостюха. Я не хочу вдаваться дальше в технические подробности, потому что мне это не нравится. Я делаю это видео, потому что, если вы вдруг сейчас включили YouTube в поисках дешевой камеры, и так смотрите, о, может быть R100 взять, или может вот ZV-1 Mark II вышла, новая камера. И если вы поглядываете на эти камеры, не смотрите на них, не берите их, не покупайте их. Выберите что-нибудь, что вышло раньше, но по качеству оно будет лучше. Если уж на то пошло, если выбираете между, там, скажем, кенонами, вот возьмите, пожалуйста, M50, старую, вперед из песни. Вы получите ту же камеру, ну, с другим байонетом. Но лучше не берите M50, возьмите, есть R50, достаточно недорогая, если уже вы решили переходить на камеру. Я не топлю за покупку дорогих камер. У каждой камеры есть свой потребитель. На каждую задачу есть своя техника. Не надо покупать самую топовую камеру, и она за вас снимать не будет. То есть вам все равно нужно уметь снимать. Автоматические режимы, если вы будете использовать. Смысла покупать камеру я не вижу, честно. Вот блогерские вот эти камеры, которые заточены на съемку в автоматических режимах, я не понимаю, зачем это делать. В автоматическом режиме снимает смартфон. Снимайте на смартфон, у вас тут все будет просто. Но если вы уже берете камеру, у вас есть возможность использовать ее более полноценно. Если вы берете какую-то свежую камеру, то вы можете вытянуть из нее достаточно много. Поэтому я не топлю за покупку топовых камер. Но я хочу предостеречь вас от покупки какой угодно камеры с мыслью о том, что ваши видосики станут лучше. Нет, ребят, тут не в камере дело. Дело в понимании, чего вы делаете. Там как минимум, как правильно выставить экспозицию. По экспозиции есть у меня видосик. Как выяснилось, достаточно полезным он оказался для народа. Можете поискать на канале. Так что выходит так, что либо профессия изжила себя, либо фотограф превращается в обывателя, либо обыватель превращается в фотографа или в оператора. В общем, либо людям не нужна сложная техника, которой нужно профессионально пользоваться, либо все идет к упрощению. Но здесь я не думаю, что будет улучшение картинки, потому что упрощение можно достигнуть за счет автоматизации. Опять же, еще раз скажу, что смартфон это все делает за вас. Он все думает за вас и не дает вам возможность выбора. Камера же позволяет вам настроить чего-нибудь и снять так, как вы это хотите. Но с пониманием процесса. То есть, соответственно, либо рынок катится к такой ширпотребной технике, либо, может быть, конечно, время сейчас такое, экономика в провале, может быть, просто у людей нет денег. И, глядя на рынок, производители выпускают просто более дешевые продукты. Но Сонька, например, которая стоит штуку баксов, я не думаю, что это дешевый продукт. Мне не кажется, что это дешево. Потому что за ту же штуку баксов можно купить что-то более функциональное. Даже если вы купите более старую модель бэушную, вы получите по функционалу больше. А вот ZV-1 Mark II, ну, как бы, ну, такое. Вот такое. Я не понимаю. Перевыпуск из-за объектива. Ну, короче. В общем, непонятные новости. Катастрофически непонятные. Я вообще не понимаю, что происходит. Я не аналитик рынка, конечно. Но я просто удивлен выходами двух гигантов. Барахлища какого-то. Так что так. Если хотите, пообщаемся на эту тему. Пишите в комментариях. А так, увидимся, ребятки, в следующее воскресенье. В следующее воскресенье, где я, наверное, по DaVinci выложу видосик. Какой-нибудь полезный, интересный. Ну, или у меня пару обзорчиков, в общем, накопилось уже. У меня большой обзор сейчас киношной камеры. Сравнение с Blackmagic'ом. Первым. Первым Blackmagic'ом, Покетом. И хорошее сравнение получится, мне интересное, кажется. По DaVinci'у есть пару видосиков. Так что заходите на канал. Увидимся. До встречи, ребят. А, кстати, готовится еще видос по MacBook'ам. MacBook 13 Pro и 14 Pro с процессором M1 Pro. Тоже, кстати, интересный тест получился. Сравнительный. Если вы сейчас выбираете ноутбучик, тоже добро пожаловать. Так что, ребятки, до воскресенья. До встречи. Увидимся. Пока.